мне крамник рассказывал что школа ботвинникова когда он там был в общем ну особо конкретно пользы он не видел именно в занятиях но ему нравилось атмосфера вот собираются талантливые дети страны в blitz играешь что-то набираешься ну как будет вы как-то выделяется даже не осваивать над тем не говорил но у меня такой же такой же такой такой же но чтобы от венник нам привил это серьезное отношение к шахматам шахматы требуют работы и самостоятельной работы и самое главное что шахматы требуют хорошего физического состояния станет нервной системы и стабильность до до школы ботвинника я был очень болезненным у меня вот до 10 лет точно совершенно когда пошел в школу у меня учебный год а точнее календарный год деревьев на четыре равных части три месяца летом это отдых и участие в шахматных соревнованиях а из девяти учебных месяцев три месяца был в школе три месяца играл шахмат три месяца я болел были бы прямо здоровье было слабое в детстве ну простуды ангины вот так все ну все-таки тяжелом климате развивался южный урал только по названию южный плюс заводы все там но заводы данным потом холодные зимы хотя самую низкую температуру в жизни но там держу потому что я был в якутске было минус 55 но от самого низкую температуру где оказался проживая это как ни страны не на урале на урале минимальная температура была минус 43 всего всего вот а в ленинграде и в москве вот 70 мне кажется 78 79 год тогда до 46 градусов вы же в багио были в багио я вернулся в октябре тогда а дальше была очень холодная зима и вот тогда размороженных домов было много в питере было 600 размороженных домов и у нас скажем у нас современный дом был хороший дом но температура в квартире было внутри 16 градусов это безумно холодно если это постоянно договорились на улице снать градусов если мы можем и бесплощавые типа гулять но если постоянная ночью 16 то это очень холодно это было как счастье 16 потому что во многих домах в питере было и 12 и 14 600 домов просто были кстати знаете сейчас вспомнил меня бабушка облаканница и как раз я помню эту историю мне родители расскажут бабушка жила в ленинграде родители жили в москве она вот застала эти этот период и родители что там обеспокоены пытались ее ее выяснить на что бабушка сказал 41 41 был 0 поэтому это все ерунда я беспокойтесь но а у тренеры на школе батыни к занимались вами не сам мило михао маисеевич а вот его как тренера и в основном и занимались тренер занимались вот был юрков потом был кимельфельд замечательный такой острый шахматист интересный шахматист гольберг не занимался гольберг занимал 40 вопросами я помню как то мы его одолели в москве москве проходила школа ботвинника самой москве потому что бывало на по хрем и размещались бывало в москве тут москве и какой-то матч очень интересный по моему динамо москва цска или спартак и вот на футбол до григория абрамовича осаждали надо надо попасть на футбол но попадем вот мы все время любая билет это есть да попадем не волнуйтесь а вот такой очень уверенно северный человек и но мощный мощный человек был где-то ростом ростом я думал где-нибудь метр восемьдесят пять даже повыше вот и очень такой представительный я помню что день но все ребят пошли пошли на футбол вот мы подходим к этому контрольного пункта вот и григорий абрамович так широким жестом ведь эти ребята со мной и так рукой закрывает контролеров мы проходим а у них вот такие глаза не нашу сказать просто наглость эти ребята сам у него самого нет ни права да и что прошли прошли посмотрели мальчика вот но ботвенник как-то я помню он приехал это мы на пахре были до пахре вот гольберг жуткая ругань в коридоре вот а мы не знали что ботвенник при этом неожиданно приехал обычно работали там юрковки мельфельд и вот я не помню кто-то 3 по-моему чему ну вот ну и с ними как-то спокойно они понимали что мы поначалу блиц играю на тот моем и крепко засиделись я думаю что легли часов три завтрак проспали вот и вдруг до грозный грозный голос гольберга не такой густой голос и вот безобразие ботвенник приехал ни одного человека но тем не менее же занимались шахматами то есть все равно это все шло на пользу но ботин ботвенник ботвенник вообще терпеть не могу лиц а знаешь почему нет нет чем это мне сам не умел мне питер мне питерские рассказали это с ними подружился там был такой шамаев мастер замечательный в питере неграмотный но очень талантливый шахматист вот я тоже я тоже с ним знаком был он в то время когда я приехал в ленинград он уже шахматы не играл но на поскольку образование не было а как-то к нему по-доброму относились ему давали лекции какие-то прочитать и он был заведующим шахматной комнатой на на стадионе кирова парке там шахматы павильон вот но рассказывать реальную историю это собственно свидетель много было и форму не подтверждал когда он не был свидетелем но он слышал это поскольку он в ленинграде оказался после войны что что принято было играть на высадку ну и ботвинник по-моему он уже он уже отыграл в натинге на 36 году вернулся чемпион ссср по шахматам орденоносец михаил ботвинник на улице жилябова в клубе встал играть на высадку и а сама сама юблиц очень здорово турнирных шахматах он не особо отличался на улице на очень много он при этом и попадал в полуфинал первенство ссср то есть хороший мастер ну и вот он высаживает одного за другим но поскольку он неграмотный то у него произношение татарская типичным но и где-то он еще и этим аправировал немножко ли играл вот и очередь доходит до ботвинника и ботвинника усаживается в кресло что мы так поднимая взгляд нам с вам дословно давай как не передано нам с вам товарищ ботвинников задармай на равных в блиц играть неинтересно все таки в этом был наверное я думаю что эта история повлиял но я думаю что все таки но это было логично в с его философии не 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 давать играть в лицу все должно быть серьезно занимаемся работаем над шахматами пишем в тетрадку у него что к чему да настоящий кремень в этом смысле был мы как бы отвлеклись от тема я я и потому что задания были у нас какие подготовить там скажем я помню что у меня было задание подготовить по последним партиям состояние системы земляши элемента земляши в то ли индийской защите то есть ботвинник нас использовал для того чтобы тогда компьютеров не было опыте мы какие-то анализы идеи подкинули собственно и все и все так и расценивали хотя очень полезно было и конечно сам анализировал с нами и серьезно относился к этому вот но все все равно как бы вот такой какой как подсобное хозяйство по изучению современного состояния делали сейчас еще вот вернемся к вопросу физического состояния а много болели и поняли на сессиях с батальнику этому вопросу надо уделять пристальное внимание и что вы стали делать что стал делать ну правда недолго но было было такое время когда я утреннюю зарядку дел но собственно в пионерлагерях это было обязательно я бывал и в артеке в орленке вот так что там это было из обязательной программы но я на урале я ходил на лыжах земной чем у нас абсолютно лыжный город я помню что что город какой начинал стал надзавода и завод естественно строили на реке для того чтобы не тянуть воду откуда река ай построили плотину небольшую плотину мост для того чтобы соединить разные части города и образовался искусственный труд а и вообще впадает часовую совают белую белая в каму и каму в волгу хотя волга от нас далеко но фактически мы можем считаться частью лорского бассейна значит у нас площадь внизу находится на дальше города такие ну среди средние горы волтовости кстати чудесный вид на самую высокую гору южного урала таганай самая высокая гора живописная гора дай и вот главная улица начиналась от завода от площади кстати там и памятника носа не ленина и поднимаешься поднимаешься где-то километра полтора и вот мой мой дом и я помню что тогда машин было мало даже и на лошадях с телегами то где-то в субботу-воскресенье народ вставал на лыжи и семьями выходили в лес ну и возможности были даже скажем если спокойная погода вот и снег выпал то я мог выйти из подъезда надеть лыжи и на них спуститься по главной улице к пруду перейти пруд там где-то километра полтора наверно мы обычно его пробегали быстро потому что там ветер а дальше заходишь лиц и чудно совершенно вот и с горки можно покататься такие лыжные были потом я занимался чем я плаву плаву так немного играл футбол футбол играл я считал травматичным видом собственно на моей памяти очень много поломанных рук и ног дрессмейстер я играл баскетбол немножко для себя хотя у меня рост не баскетбольный но я хорошо я метко метко бросал вот причем даже у меня был рекорд это до сих пор жив части вот мой тренер по физической подготовке валера крылов да как-то мы значит новогор в новогорске но и кидаем кольцо а он работал одно время с баскетбольной командой кстати он был в мюнхене когда наши единственный раз выиграли в американских знаменитые три секунды до до 70 работного бил белов там забросил это я все смотрел по телевизору чудо наше но он говорит да давай вот из центра из центра добрости практически невозможно он говорит вот знаешь бросок называется из-под юбки это значит мяч берешь наклоняешься низко и как бы рычагом вот мы случилось чудо я первый бросок попал после повторять не стал вот при этом валера конечно крепко удивился и говорит слушай если ты это проделал на матче профессионалов то там приз за такой бросок до сих пор кстати до сих пор что у вас еще есть шанс повторить как-то с ним пообщался достаточно давно уже я его долго насчет вас пытал но войну он как опытный шахматный человек конечно ничего ничего не рассказывает если что он рассказал чтобы я значит отстал от него он рассказал что гнут мы когда начали говорит столь заниматься я его плавать учил ну как бы так серьезно и он будет когда начал плавать я вот когда вот смотрю на него так он плывет и это да понял вот ну уровень спортсмена потому что он там проплыем ускал там проплыли там не за 500 метров он проплыл километр переплыл такой свеженький еще могу я вот понял что я имею дело ну ну именно вот с человеком большого как бы спортивного спортивного духа расскажем потом вот его влияние это теннис большой который у меня стал постоянным спутником многие годы нужны в теннис закончил играть когда наверное когда 60 лет исполнил а тогда 60 лет я в теннисе вы играли в теннис когда узнали что стали чемпионом мира в новогорске на как раз спортзалить натянули сетку играли с валерой в теннис и здоровье подтянулась или не сразу так постепенно был процесс потянулась но в общем то вот я только недавно капал на две недели в больнице то ли вирус схватил где то ли но впервые у меня воспаление легких было а так так вот с 11 лет до 70 в 11 этого как бы вот внедрили спорт и видимо как-то организм перестроился да с 11 до 70 вот я только один раз две недели попал это в мае этого года две недели правила больницы нет побольше 16 дней все а до этого два раза один раз семь дней второе два дня и собственно мне мне повезло ужасно в детстве потому что на меня там признавали ремокардит сердце сейчас считается нормой там про ляпс у меня увидели ну вот и врачи врачи настояли чтобы я делал операцию но и в родители родители убедили и мы приехали в горбольницу что это в это кардиологическое отделение детское и на мое счастье там карантин был по дифтерии и заведующий отделением говорит но операцию вашего мальчика не такая срочная родится вот а вдруг карантин и есть у нас больные которые дифтерии были зачем вам это наверное надо переждать и приехать когда карантин закупишь вот ну все решили переждать и после этого я уже в больнице не появился на подтвердился диагноз нет а потом это стало нам перестали потом оперировать сейчас сейчас это считается нормой это не очень хорошо но это норм ну то есть вы как бы свое отболели в детстве а дальше уже на то что вы выдерживали такие матчи которые с современным современным матадором шахматным и не и не снились они часто мой 14 партий спорте у вас на матчах это только там разогреться вообще до форму прийти как бы не ну как матче на перенес то мера который я играл 68 70 дней на матч с коричным 110 дней на филиппинах сидел с каспоровым первым матчем вообще сумасшедшим до 48 партий единственный матч короткий я сыграл с коричным вот 81 году он тогда уже был не такой грозный выносливый как-то 78 году все совсем другие и напряжение совсем другие условия играть по старым правилам или ну и и турнир я же играл к первенству советского союза в риге 23 человека чемпионат советского союза но и потом в ленинграде семьдесят первом году практически то же самое 22 или 23 человек сумасшедшие там достаточно факт этот нет ужас причем вот тем они отличались я помню что концу турнира все довольны кто лидирует и побеждает кто не побеждает но что-то уже все равно до большая радость хорошо вот школы ботвинника появились это все таки ну значимое наверное был очень событие такое то есть вы как-то попадали в элиту какую-то конечно вылет какие турниры вот на рубеже вот уже это вот в это в это время под параллельно со школы ботвинник какие-то что-то заболевал ничего мне не было сверхинтересного я играл в турнирах вот но на тогда еще я не выходил на союзный уровень я играл чемпионатах россии шестьдесят пятом году я имел шансы стать вторым чемпионате россии среди девушек вот причем как я партию проиграл я вообще не понимаю я становился вторым но я умудрился проиграть черными желнина из калуги я поймал вот на эту позицию капабланке где зажатый словно же 3 пешки сдвоенные по линии закрытый центр меня е 5 и 6 же 5 на 6 у него h223 и 4 слона же ты вот я умудрился проиграть там какой-то тактический удар землю вот и как я отражаю тактический удар я должен был раскрыть этого слона и вообще моя позиция развития я таким образом занял третье место а должен был 2 но тот момент я уже играл достаточно хорошо вот но это турнир по щитовской системы системе которые я терпеть не могу я в юношестве столько наиграл с ним но щитовская система она хороша для того чтобы определить там 10 лучших шахматист ну а для определения лучшего но определение лучшего это это неправильная система серьезной жизни я по моему один раз как играл в открытом турнире тысячелетия австрии в 1916 году я играл в открытом турнире когда произошел прорыв так скажем как бы вот юношеский прорыв того когда в когда и вы поняли что видимо это может быть дело жизни или во люди вокруг поняли что это дело жизни помнить какой-то такой один момент или это постепенно происходило я не знаю я как-то я я вообще не думал что я буду скажем на заниматься только шахматами я серьезно учился вот и у меня и золотая медаль я закончил физико-математическую школу это уникальный выпуск может быть уникальным не только для ту не только для россии но и вообще для истории советского союза система образования потому что я переехал шестьдесят пятом году и 7 классов закончил на урале и 8 класс должен был прийти в тулу и у нас был замечательный тренер в туле которого я знал по чемпионатам россии вот и я значит появляюсь а он в дворце пионеров и шахматный кружок ну и обычно с тульскими ребятами приезжал на не любят россии поэтому я его достаточно хорошо знал вот тут я появляюсь в дворце пионеров с удивлением смотрит а вы что здесь делать яга вот мы переехали в ту вот он жутко обрадовался я говорю ну и надо мне порекомендовать какую школу нет я порекомендую вот у нас демьянов замечательный директор это лучшая школа в туле и вообще она на высоком счету и там сейчас он оказался в курсе всех вопросов и там сейчас формируется класс физико-математический из трех классов отбирают лучших ребят это будет вообще нора все я попрошу чтобы тебя записали но у меня хорошие оценки велись с урала прошу чтобы в этот класс определили мы все и определили меня в класса обычно я учился в классе бы на урале а тут класса такой уникальный 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 по результатам у нас по окончании было 13 золотых медалистов 13 13 склад 6 и 6 серебряных как только может быть но уникальный класс замечательные преподаватели у нас скажем химию преподавала на елена николаевна она была одним из лучших преподавателей в тульском политехническом институте она у нас преподавала химию в школе то есть это это вообще уникальное совершенно было сейчас сейчас погубили это школа вообще уничтожен но это учились старались вы не просыпались в утром смысле хочу стать чемпионом мира по шахматам шли учили школе потом шли играли шахматы единственное единственное поскольку у меня оценки были хорошие я быстро догонял то у меня практически было свободное посещение если не надо было на соревнования уехать и меня отпускали вот если там я болел не всегда даже справки спрашиваю достаточно было чтобы мама позвонила сказала что не хорошо себя чувствует и сегодня в школу не придет не спокойно к этому относились нужен кита шахматы книги появились да то есть уже не такой был голод информационный в общем много читали книг шахматных или как тоже к этому относили немного немного то есть опять все через практику все все через себя да а какие-то там анализы были свои вот в тетрадке писали что-то там или ну как вообще занимаешься когда были один тетрадки были даже даже я недавно нашел вот архивную тетрадь я записывал свои партии с какого-то 59 на 60 года вот у меня такая общая тетрадь коричневая до 60 чем причем вот это очень важно потому что кажется что когда ты уже на виду за тобой следят что все это сохраняется ничего подобного найти вот даже важные партии в златоусте можем чемпионата города не найти потому что архивы ну да архивы освободились от этого считается что-то мусор вот и все шахматист которыми я игра умерли может быть у них записи остались у меня какие-то не остались все что на бланках это практически ну-ка хотя мама у меня стала собирать очень быстро поняла и первые публикации в газетах там первое вот как раз моя партия с марковиным которая говорила была фотография и в челябинском рабочим публикация молодой талантливый шахматист карпов и фотография я играю с маркой а память у вас хорошая была всегда всегда или не идеально но достаточно ну партии свои там какого-то периода помните да то что феноменальная память у талия но на моих глазах феноменальной память обладал юра глаз он вообще я помню что в школе ботвинника вот юра нас поражал тем что 63-64 год у нас чемпионаты советской россии по шахматам стали проводиться с двадцатого года на том чемпионат советского союза в двадцать третьем по моему 1 и полуфинал обычно 45 полуфиналов так вот юра помню всех участников полуфиналов и чемпионатов советского союза результаты и все партии если говорил нам скажем партия ботвинник но там с лилин таллим скажу вот или лентишь ну что кстати вот вопрос на засыпку кто был первым гроссмейстером советского союза первым гроссмейстером советского союза тридцать шестом году учили учреждено звание или фиш надо было правильно вот я ли я с удивлением узнал это уже когда я был чемпионом мира причем когда задаешь вопрос то все говорят ботвинник ну это на самом деле лентишь но прекрасно был шуматист интересно туда книга у замечательная книга владения шпилей черная книга вообще лучшие книги по владению шпилям это наверное ливен фиш смыслов хорошо антоника когда опера за границу попали в швецию чемпионат мира нет 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 у нас тогда были замечательные матчи и жалко что что эта традиция прекратилась мы играли тогда матчи товарищеские сборная советского союза юношеская со сборной скандинавских стран скандинавские страны понятно это скандинавский полуостров дания и исландия 5 матч проходил в стокгольме в 16-м году я тогда на шестой доске по играл сборной союза у нас очень сильная команда была мы легко конечно выиграли матч со мной боролся норвежский шахматист мы играли по две партии белый черный хот ли бак такой потом он прекратил шахмат вот я его два раза обыграл а потом я выиграл из чего началась моя известность и слава в мире это турнир шиньце в чехословакии шестьдесят шестом году это уже юношки нет это повезло что зарубин был у нас такой секретарь федерации он шахматный журналист работал газете труд после обозревателя но такой немножко рассеянным вот и он не доглядел что он сломался на юношеский турнир чехословакии а выяснил что турнир мужской взрослый да вот они взрослые мы приехали я и витя куплетчик видите 17-15 лет вот и тогда вообще интересные были времена и как климат изменился я помню тогда только построили гостиницу аэрофлот это на ленинградском шоссе там где аэробокзал сейчас его уже нет да вот комплекс csk сечем мы приехали получили документы но началась метель и она непрерывно шла три дня три дня и три ночи миша и метео был закрыт вот нас разместили в этой гостинице вы должны были улетать мы должны были в праву лететь потом еще на поезде и в общем мы опоздали на три дня турнир начали мы прилетели вот встречают нас в праге ковалет тогда встретил гроссмейстер известно недавно ушел из жизни мне кажется очень рано такой замечательный человек я тогда с ним подружился и мы так сохранили отношения несмотря на политические составляющие он потом уехал в чехословакии вот и кто-то из федерации и так смотрит на нас имеют а вы куда приехали в турнире играть так это штурнир мужской взрослый значит мы ехали на юношеских а у них уже времени заменить не было на кого-то вот нет нет это взрослый турнир мега ну так мои взрослые мы и все и дальше дальше но пришлось играть первые три дня я играл по две партии для того чтобы догнать ну и мить купечек то же самое причем по жеребьевке мне выпало первые четыре партии играл со сборной команды студенческой чехословакии это без горта и кавалика лучшая шахматист без горты кавалика янс вот играл смейкал но вот нын сейчас если вспомню кубка поскольку я ничего сделал а 3 обыграл захватил лидерство и вообще сталевары пошли смотреть это город металлургов джинец сталевары пошли смотреть что за чудо маленький парень обыгрывает всех но и в конечном итоге я ведь и купечка обыграл вот и я опередил второе место на тречках с этого и как бы вот моя известность известность уже обозначилась в мире между турнир уже мало было куда выезжали возможность это мало было возможно смейсер у нас было миллиона турниров раз-два и обчелся то есть я туда дальше следующий у меня 67 год был пустой по части международных соревнований хотя я был сам молодым мастером советского союза вот выиграл тот международный турнир но как-то 67 год я просидел советском союзе в россии и не помню чтобы я особенно и играл я заканчивал школу шестьдесят восьмом году а шестьдесят седьмом на 68 год я поехал на чемпионат европы среди юноши в голландию и тогда я первую партию сыграл познакомился с я нам тимоном потом всю жизнь боролись ну и в общем то у нас добрые отношения были долгое время в голландии это был турнир в гронингене там табачная фабрика не мая на ней мы играли на этой фабрике не мая был большим любителем шахмат и у него была замечательная библиотека даже выпущены книги каталог библиотеки не мая но и он завещал эту библиотеку королевской библиотеки гаде поэтому сейчас одна из лучших в европе в королевской библиотеки гаде вот но меня тогда поразило что табачная фабрика но нравы такие вот эти хиппи были все шахматы популярны в голландии были всегда и гронинген в частности но что меня поразило мы играли прямо прямо в помещениях фабрики там запах конечно бокам неприятно вот но больше всего меня поразили молодые пацаны там 9 10 лет сидели сидели смотрели партии курили а то даже курили в во время партии до обкуривали вас был такой ну а люди курили не могу сказать что обкуривали но смысле у нас все время шла шла битва битва причем курильщики они же не эгоисты чем скажем мы говорили что мы это вам проблем не доставляем нет вы доставляете потому что вы не разрешаете нам курить мы не своим действием мы не даем развить отравить да нет вот мы не можем играть и получалось так что чемпионат советского союза шли по интересной системе когда чемпионат советского союза был отборочным в системе чемпионата мира это происходило раз в три года то курить разрешали а когда чемпионаты проходили как чемпионат советского союза так ведь все же в общем логика а логика что на международных соревнованиях федерации разрешала курить один из трех чемпионат советского союза проходил правила международными уважаемые международные правила вот мы мы играли 11-го пихом и химич михал не химич курил непрестанно во время партии беспрерывно курил да да вот ну он как он нервно курил он там 2 затяжки сделайте сигарету потушить и выбросить но где-то от двух до трех пачек за партию от двух до трех пачек за партию но при этом я не могу сказать он что он докурил сигарет что было просто нервно там закурил и тут же за души как вы помните знакомство сталин такая фигура теплая но ждать стали меня познакомился когда он в больнице лежал в консульской больнице тогда только только-только открыли у него проблема с почками было определенное это какой будет время это же это я я собирался на чемпионат мира среди юношей вот сталин в дружеских отношениях был бах александр григорьевич вот причем еще среди там стали зрели пах из риги потом ленинград переехал и сейчас москве вообще он рижанин и вот тогда тогда он как-то сталин дружил ну и после того как он меня можно сказать спас начал чемпионате советского союза ленинграде вот у нас с ним завязались хорошие отношения с бахом да вот и тут он говорит вот таль таль больнице лежит я ему сказал что вот собираешься на чемпионат мира среди мужчину вот это его заинтересовало и он готов встретиться все я поехал и мы играли в блиц вот так лицо ты был фантастический но что его поразило что мы сыграли прямо как то песня 10 партий сыграли сталин 10 партий преференд в очко и на бильярде тали сказал такой не подведет вот и закончился матч со счетом 55 555 да антали все-таки тогда еще был в порядке скажем только конечно так он и чем танцетского союза выиграли но и турниры вечерней москвы в блиц выигрывали кто чипу катис возиков и так других не было победителей играли потом нас врач разогнал сказал что он разрешил ненадолго занялись шахматами ну так я познакомился стали он потом вам помогал в багио да он помогал мне в багио да помогал багио адмиран в восемьдесят первом году были добрые отношения интересный был чё мы играли турнире в семьдесят девятый год да ну собственно турнир турнира он оказался в числе победителя благодаря моей разработке об этом он не говорил кстати вот в этой части михао михимович забывчивый 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 потому что в багио когда вот это такая на сногсшибательная жертва фигуры конь g5 вот это придумал игорь зайцев ваш тени да игорь аркалич зайцев и мы эту жертву отрабатывали на как раз я готовился я был на красной поляне там был зайцев восемь кофе втроем и вот выиграть идея пришла в голову и в общем мы там все проанализировали а потом когда летели в багио то я показал в самолете талии и было шоу ну и так как получилось что это реализовалось в партии причем как king king потом писал что коричной сначала не пошел по основному направлению вот они прочесали всю литературу посмотрели что что может ожидать на что я могу там пойти ничего не нашли и он применил и вдруг значит такая жертва фигура да вот и сразу же была реакция что это значит вот гениальный таль придумал и надо сказать что и обязательно обиделся вы это применили в багио да а то ли что применю а то ли пиар пошел что это таллицкая идея корреспондента сразу что-то ну только а кто может пожертвовать фигуру на такое придумали только талии миша не опроверг но рошаль рошаль просто 64 написал он там был вагио что вот как в пресс-центре решили что это так вот мы получили нам присылали журнал мы получили и грязи прочитал и мыши на как как это называется вот мишка но сейчас и рошали 0 в чем мы будем направлять сейчас там корректировать вот так он с эдмонсом писал книгу на мачо в багио вот и так говорит ну в книге мы укажем зайцев ничего подобное осталось очень любил эту вообще репутацию свою вот какую-то не надо заслужен то заслуженно если но это странно да вот и и в манреале кстати говоря вот он догнал меня только потому что я вам показал свои разработки в конце турнира причем портишь сама не сыграл этот дебют остальным сыграл но один из основных дебютов портиша французская а я французскую не смотрел российской части или советской части своей команды вот у меня очень добрые были отношения с ульманом а он всегда играл только французскую защиту я его пригласил поработать и вот мы с ним 10 дней отрабатывали только французскую только под коричном и хорошо очень подготовились но дачной французскую перестал применять сам не сыграл да поэтому разработки не обнародовались но то ли знал чем они спрашивали все время а что французскую из меня лично сыграть французскую смотреть не будем все в порядке ну и вот монреале но у нас добрые отношения и то ли играть портишем он приходит ко мне только но не спортишем играть и вполне возможно что он французскую сыграет может показать что там у тебя я ему показал весь анализ ульмана что и случилось в партии с портишем вот и он меня догнал результат того что выиграл эту партию вот но опять-таки нигде никогда он не сказал что это анализ анатолий карпов сольман интересно да про михаил про михаил нихаимча редко такое услышишь он вообще такой безупречник у это репутация обладает в шахматном мире все-таки такой легендарный но два таких случаях да но а он создал создавал какую-то позитивную обстановку то ли вообще в вашей жизни в карьере вот как бы человек вообще у теле интеллигентный но мягкий но со своей позиции то что он был бесхребет вот это не так но мы с ним были добрые отношения я не могу сказать что мы с ним вне шахмата общались потому что у нас разные совершенно интересы он курил он любил пить или бежать пить женщинами все было хорошо вот это как все вот все все было вне моего внимания все его удовольствия поэтому мы на турнирах мы играли я собственно и делал так чтобы он получал приглашение на те турниры где я играл я формировал скажем играл со мной голландии играл со мной в ягославии бугоина монреале я его пригласил туда играть в турнире у нас в этом плане сотрудничество было нормально я не могу сказать что что он какие-то свои секреты мне выдавал но он с удовольствием с удовольствием анализировал мои какие-то находки идеи ну в этом тоже была помощь и чем-то поражал он вообще или на тот момент уже вы были гораздо сильнее вы как-то уже не поражал его шахматное какое-то видение вот он нет но уже должен был перестроиться потому что скрометный таль который стал чемпионом мира матисты научились какой-то отражать от атаки тали и жертва не всегда корректно и ему пришлось перестраиваться причем серьезно перестраиваться и уже когда когда я сталин играл ну тактический дар у меня конечно был фантастический но он вынужден был уже корректировать свой стиль уже таль 70-х годов когда я с ним стал играть турнирах это уже не та 61 60 ну конечно потом и здорово начал играть в один момент он не перестроился и вот классный матист его говорит он так видно что от шахмат получает удовольствие полюбил шахмат это да да конечно до конца дни на кстати кстати вот партия с ним но на международном турнире она сыграла абсолютно положительную роль и значение в моей жизни потому что мы боролись за выход турнир претендентов я что-то там продел тяжелейшую защиту партия отложена было мне ни в коем случае нельзя было проигрывать хотя вроде я там все время лидировал в турнире но рядом много народу было и вот у меня ключевые такие были партии против смейкла или с трудом удержался а потом победил мы сталин труднейшая защита партия отложена я уставшие формы тоже напереживался вот и мы там приехали вечером посмотрели все ничего делаем все все парень и форма уехал дома дальше я ложусь спать начинаю прокручивать это мне студенческие годы было я обычно перед экзаменом я не торопился бежать на экзамен я вставал попозже и так закручивал все знаю материал не знаю материал где не знаю открывал те нужные страницы и смотрел то чего мне не хватает и должность я лег прокручиваю то что мы с форму нам поглядели и понимаешь я проигрываю во всех вариантах что анализ абсолютно недоброкачественные вот ну и дальше я мучаюсь свет не включая но я лежу заснуть не могло я вертится в голове работа мозг работает работает хотя вроде спать хочется устал но ответственность огромная когда когда понимаешь что партию проиграешь ты не до сна и в общем я что три наверно заснуть не мог я нашел ничью или нашел ничью причем было я прокручиваю до лучшую защиту нашел и во всех вроде во всех разветвлениях хотя там очень сложная но ничья все я тут я включил свет поставил шахматы на шахматах посмотрел все сходятся ничью ну все я спокойно заснул утром приходит форма вот но как спал я в плохо спал это что такое все что мы с вами посмотрели полная ерунда я проигрываю во всех вариантах может быть я вам все покажу да а что же делать не волнуйтесь я ночью процесс контролирует ситуацию нашел спасение пытаясь показать и я забыл смысле я забыл то что я ночью придумал дальше я опоздал даже на доигрывание потому что не вспомнив ехать проигрывать не очень хотелось а вспомнить не могу вспомнить не могу я вспомнил только не опоздал по-моему на 20 минут или на 30 минут вспомнил последний момент как я делаю ничью на праздник не нашел сильнейшего продолжения поэтому не потребовался мой уникальный анализ который я сделал ночью но тем не менее тем не менее значит партия закончилась ничью все я спокойненько отобрался турнир претендентов но с тех пор я взял за правило если что-то ночью во первых я на важнейших соревнованиях я всегда клал записную книжку на тумбочку рядом с кроватью вот и ручку привычка появилась нет я заставил себя заставил себя потому что я понял что такое может быть я вообще считал что я ничего не могу забыть более что это сам я придумал и вдруг я за вот и это сыграло фантастическую совершенную роль в матче в баги вас конечно потому что он доставил мне много хлопот вот в открытом варианте испанской партии белыми не мог получить преимущество и не то что преимущество я в борьбу не мог затянуть вроде все меняется и не ничья ничья вот матч на первенство мира играть без цвета невозможно я мучаю мучаюсь естественно как это так вот я ничего не могу придумать и 13 партия откладывается у меня безнадежная позиция отложены вот но короче он взял тайм-алл зачем-то выяснилось что они не видели выигрыш вот а мы не видели спасение паразиты первый раз такой слышу да да ну и конечно берет тайм-аут и играется 14 партия но у меня появляется вот день доигрывания свободный день вот ничего мы не придумывали я ложусь спать и заснуть не могу потому что как известно первую партию в воде выиграл я после 7 ничьи потом коричной отыгрался 13 партия при счете 11 я проигрываю я понимаю что она безнадежно вот и 14 думаю но без белого цвета все я просто сгорел и вот мозг напряженно работать работать работает и я приду я придумал что я могу сделать опять включил свет ты расставил на доске замечательно я получаю преимущество причем неплохое преимущество и дальше дальше если конечно не находит лучшего ответа то вообще технически выиграны вот ну все спокойно записал выключил свет заснул утром ребятам показывали вот я придумал ночью проверять будет отличная идея все партии случилось по моему ночному анализу не вот но только где-то коричневой свернул уже в один момент совсем плохо было уже я естественно дальше не анализировал глубоко но помимо этого мне удалось выиграть и 13 выиграть да вы вы выиграли совершенно чудесным образом потому что в день когда все было отложено рошали батуринский лезут со своими предложениями но уровень них хотя в общем батуринский кандидат мастера там довоенный что средь серьезно и играл там сеансе пионеров и капо бланки в каком двадцать пятом году да ну и он шахматы знает у него лучшая библиотека и написанные книги вот трехтомник ботвинника это батуринский сделал настоял и он оформлял бы редактировался и вот они с какой-то идеи приходят мы найти ничего не можем в интернете не до вас с вашими глупыми идеями вот а дальше поскольку качаной взял тайм-аут то у нас появилось время я выиграл 14 партию вот но дальше доигрывание 13 которая отложилась но у нас есть время и мы везде видим что я везде проигрываю потом зовем зовем батуринского вектор дать что там у нас идея покажите вот начинаю смотреть что в общем тоже проигран тоже плохо но по крайней мере необычно по крайней мере необычно каренская проигрывать все смотрели посмотрели и иду доигрывать делаю вход который качаной не анализировал потому что причем и не каждый любитель такой предлог вроде и смысла нет но смысл глубокий и качаной сразу нашел сильнейшую подошли который заканчивал партию вот и дальше началась какая-то борьба и я я создал встречные угрозы качаной попал цветнокая партию в туринске нами там вообще был но и седьмом небе от счастья да как как день рождения красивая история а еще стал 31 тогда сейчас на 3 1 вместо 2 2 3 1 ну что баги мы еще конечно вернемся это отдельная песня песни